здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодня я хочу предложить вам помечтать дело в том что без мечты ничего существенно мы не сможем добиться для того чтобы чего-то добиться надо начинать с мечты и сейчас я расскажу о том о чем я сейчас мечтаю и немножечко может быть о том о чем я мечтал раньше когда я только-только но себя еще помню сказать самое ранее пора это мне было там или 45 наверное лет и я всегда интересовался тем что что там за горизонтом вот мне хотелось куда-то вдаль уйти чем дальше тем лучше как там вообще там же неизвестно что там там что-то необычное может быть люди по-другому значит там говорят совсем другие люди я жил в деревне в сельской местности и конечно моя передвижение были ограничены вот но я чем дальше тем больше сказать стремился всегда уйти по мере подрастания всегда уходил немножечко дальше давно на велосипеде можно там 20-30 километров уехать но я мечтал и еще я мечтал я был крайне любопытен мечтал узнать что-то новое не только то что вот где-то там в других странах где-то за горизонтом но и прямо перед носом то есть физические процессы всякие там как это происходит микромир там как устроено вещество там и так далее так далее ну то есть всякая наука еще как-то я по телевизору видел биржу и там тоже мне это было интересно вот как это все происходит всякие акции там то все другой мир абсолютно меня тоже это было интересно но я жил при таком глубоком-глубоком социализме во времена брежнева естественно про акции в общем то можно было не мечтать но вот мечты стать ученым например да у меня выкрестилась такая мечта и путешествовать и вот были две такие мечты я всегда и я тогда думал думаю кем же я буду в будущем кем я буду в будущем и я думал ну что я сильнее хочу либо путешествовать либо быть ученым вот но путешествовать я решил что наверное дальнобойщиком буду водителем такими грузовиков вот либо ученым я не знаю что потом я решил что ну наверное я буду ученым я буду очень умным и придумаю как мне путешествовать поэтому вот ну как-то так я решил для себя и но эта мечта была где-то там вот в этом в подсознании просто подсознание я читал книги много книг читал я читал много книг там про науку про математику мне больше всего нравилась математика физика иностранные языки мне нравились я пытался понять как это люди говорят на другом языке это интересно вот но и постепенно так вот смотрите что происходит когда мы мечтаем то мы создаем какую-то энергетику она даже не подвластна нам и мы вот эти вот мысли наши вот эту энергию мы посылаем во вселенную я уже говорил как-то об этом и вселенная слышит нас и воспринимает и и когда-нибудь у нас появится шанс она посылает нам шансы то о чем мы мечтаем если мы мечтаем это действительно мечтаем об этом если мы стремимся к этому и я вот стремился я читал книжки я интересовался иностранными языками я в школе изучал немецкий язык и такой шанс поступил вот когда я был девятом классе однажды да к нам школу поступила 1 1 путевка поезд дружбы в гдр германская демократическая республика то есть это была часть социалистическая страна 1 всего путевка и ну вот она это шанс там я был не самый лучший ученик в школе но и не самый плохой я интересовался немецким вот но предложили всем кто там отличником отличники вот а я наоборот я за эту идею уцепился я ходил за отцом грым суши это единственный шанс в жизни я больше никогда не смогу съездить за границу потому что я буду секретным физиком это же очевидно то есть я очень очень долго клянчил ну и в конце концов отец согласился и таким образом я съездил съездил гдр посмотрите я мечтал об этом я готовился и и что было дальше а дальше когда отец сказал да окей но я конечно перед этим самым перед поездкой естественно сел за немецкий язык думаю как же так я же там блин я из глухой деревни а там будут эти городские из калуги вот они же все такие умные а я такой вот колхозник чтобы не просто волосится короче говоря я сел за немецкий язык ну и чё приезжаем мы в гдр и выясняется что больше половины группы учили английский в школе из тех кто учил немецкий лучше всех немецкий знаю я и поэтому меня начали таскать всюду юра пошли значит в магазин значит пошли туда пошли значит здесь надо что-то спросить здесь короче говоря меня тащили на говори я говорю да я ничего не умею они ведь но ты все равно лучше всех это правда я лучше всех в группе вот и соответственно там с меня слетели полностью все вот эти языковые барьеры то есть знаешь не знаешь а говоришь и и тебя понимают и вот в этом кайф вот и это только вот один случай как осуществилась мечта их у меня было несколько и они осуществлялись я об этом еще наверное расскажу как осуществлялись другие мои мечты дело в том что ну вот еще раз хочу сказать когда мы мечтаем мы посылаем во вселенную вот сигналы и мечты должны быть грандиозные они должны быть почти несбыточные то есть у меня когда я там был в германии я стал выбран мурских ворот и смотрел туда вдаль я уже как-то говорил там золотом светилась нечто какой-то как звезда такое заманчивое это был капиталистический мир это мир западной берлина то это была золотая эльза я спросил говорю а что это они говорят там золотая эльза стоит и я тогда вот в 1979 году загадал желание что я хочу эту золотую эльзу увидеть это была абсолютно несбыточная мечта потому что вот я стоял перед берлинской стеной для того чтобы попасть к золотой эльзе должна пасть берлинская стена спустя 10 лет она пала и я уже несколько раз объехал вокруг этой золотой эльзы вот эта мечта тоже осуществилась просто надо надо мечтать и я мечтал я еще раз говорю что я мечтал но стать учеными тогда же вот когда я вернулся после девятого класса я взял справочник для поступающих вузы стал искать какой институт мне больше всего подходит тормозов у меня не было абсолютно поэтому значит из тех институтов которые были у нас мне больше всего понравился московский физико-технический институт и мифи но на третьем месте был бауманский ну может быть мгу вот такой вариант небольшой абсолютно кота и а это самое но я посмотрел физ тех почему-то я решил что черт его знает и ну мне мифи больше как-то понравилось и я решил что я поступлю в мифе ну что я сделал ради этой мечты я сел за учебники и начал решать там вариантов для поступающих вузы опять же они не получались вообще но я сидел и упорно занимался потому что я хочу и опять же вот я создавал эту энергию который я посылал я хочу 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 и в конце концов значит через полгода у меня вдруг так щелк и все и у меня стали получаться абсолютно все задачки то есть я полностью как бы щелк и вот оно я перешел новое состояние и естественно я поступил в этот институт и естественно я его закончил с успехом достаточно и и я стал ученым научным сотрудником вот но потом да и был ученым да там сначала младший научный сотрудник инженер программист потом младший научный сотрудник но потом грянула совсем не то что перестройка полностью там развал всего наука не финансировалась и я решил уйти в бизнес вот ну как бы в полиграфии потому что там хоть какие-то мозги нужны вот и опять же мечты то есть они как-то вот где-то там глубоко однажды ко мне и пусть я сижу просто вот в офисе там чем-то занимаюсь заходит молодой человек ингреди юра помоги мне пожалуйста заполнить анкету тут есть какая-то организация которая в общем сказать организует поездки в америку за счет госдепа вот я такой какие что ну ты горит знаешь английский поэтому значит там надо собеседование там собеседование в принципе очная но я постараюсь отвертеться чтобы по телефону а по телефону давай ты поговоришь за меня ну и короче говоря туда заполняют тоже анкету вот меня пофига абсолютно очная заочно короче я прошел это очное собеседование естественно со свистом и вот пожалуйста то есть ну я когда-то мечтал съесть в америку вот я за чужой счет за счет госдепа для этого абсолютно не нужны были деньги просто мечтать и все вот и опять же вселенная просто она посылает вот такой случай просто надо его за него цепляться я хочу тебя вот и все да я там был сказать на месяц съездил вот ну о чем мечтаю сейчас вот о чем я сейчас мечтаю смотрите я по-прежнему мечтаю на путешествиях я прежнему мечтаю о том чтобы узнать что-то новое чтобы посмотреть как живут люди что такое счастье в конце концов потому что есть люди богатые и среди них не так много счастливых есть люди бедные среди них тоже не так много счастливых но если люди счастливые это не зависит состояние от того бедные или богатые хочется понять что-то общее во-первых во вторых ну почерпнуть что-то новое и поэтому я продолжаю мечтать все о том же путешествиях но пока вот я работал занимался бизнесом я посетил очень много стран уже то есть я был в америке в канаде я был я объездил всю европу и сколесил полностью я проехал в одиночку китай от пекина до гонконга я был в гонконге шри-ланке я был вот сейчас и из грузии вернулся но понимаете в чем дело есть ограничения пока я вот когда я жил в деревне например да мы не могли никуда выехать потому что у нас были домашние животные там коровы куры корова куры овцы там поросятом были козы потом вот от них нельзя никуда деться их надо кормить каждый день там корову надо каждый день доить никуда не уедешь вот потом когда я стал студентом но куда на каникулах можно только там на две-три недели уехать там к родителям у меня жена была из душан-бэйс таджикистана это было тоже крайне интересно таджикистан совершенно другая страна вот ну тогда еще советский союз все равно там все по-другому там воздух другой небо другое горы потрясающие птицы другие ну вообще всего вот мне это было интересно потом мы на поезде ехали через пустыню там каракум тоже это крайне интересного то есть безумно интересного все безумно красиво ну вот и ну на месяц не больше есть еще такие страны как австралия новая зеландия южная америка вот смотрите туда нельзя просто так вот на неделю съездить или на две отлучиться а когда я занимался бизнесом то можно только вот на две недели я больше не ездил в отпуск почему потому что ну оставить все дела ну на три недели ну да в америку там почти месяц но это оставляю все дела там на кого-то кто-то занимается этим то есть я как-то оставляю надолго я не могу оставить бизнес потому что он ну это будет уже не мой бизнес или он разориться вот поэтому это держит это держит это сдерживает вот ограничивает нас то я не могу поехать ну скажем в китай или в америку потому что смотрите когда мы прилетели в америку в америку там разница во времени шесть с половиной часов то есть понимаете мы там три или четыре дня мы входили в тот ритм американский потому что мы прилетели туда ну и чем в два часа ночи проснулись и ходим как дураки вот спать абсолютно не хочется а потом в четыре часа мужа офис как сморочки вот то есть мы привыкали туда потом когда приезжаешь оттуда там неделю оттуда отходишь то есть все бодрствуют тут все надо работать а ты спишь вот а потом к вечеру только просыпаешься там ну короче все не так в китае то же самое там тоже те же самые шесть с половиной часов и тоже сказать туда-обратно входить это ну каждый час это одни сутки адаптации как правило вот поэтому ну скажем например китай да сказать неделю там в китае значит пытаешься к тому за ритмом привыкнуть потом там две недели как минимум да вот хоть три и ну то есть короче говоря месяц вычеркнут это невозможно когда есть бизнес а мне хочется там скажем уехать ну скажем во францию в какой-нибудь в париже я был много раз там не очень хочется в какой-нибудь провинциальный городишка я даже присмотрел а неси это недалеко от швейцарии прямо на границе со швейцарией прекрасный городок там можно метнуться и до моря рядом пожить там месяца три поизучать французский язык устроиться ну там есть бесплатные такие курсы альянс франца вот и мне нравится французский язык выучить французский язык это прекрасный город я там был там вообще замечательно вот хочется съездить в исландию хочется объехать южную америку когда я путешествовал по китаю я встретил двух молодых людей американцев парень и девушка они говорят а мы совершаем сейчас кругосветное путешествие кругосветное путешествие вы понимаете но он там три месяца а я не могу этого когда у меня бизнес это только в мечтах и поэтому вот я сейчас строю пытаюсь сделать так чтобы эта мечта осуществилась то что я ну я отказываюсь от того бизнеса буквально который требует от меня присутствия здесь и я ухожу в тот бизнес который не зависит от того где я нахожусь ну то есть в интернете почему нет то есть есть такой бизнес и я иду к этой мечте и планомерно шаг за шагом я к этому иду потому что все что мне нужно сейчас для бизнеса например это интернет доступ в интернет и все то можно торговать на бирже пожалуйста вот она сказать с биржи вывел какие-то деньги если они кончились и дальше продолжаешь жить вот и я строю это давно я выбираю для себя только те варианты которые вот именно соответствуют этой мечте смотрите то есть я рассказываю вам про карточки почему потому что карточки у меня в российских банках но я ими пользуюсь за границей я вынимаю из банкоматов ту национальную валюту я пытаюсь это делать и у меня это получается с успехом то есть я уже испытал много раз то есть там но попробовал там проехал там через финляндию там до какой-нибудь испании там и так далее на машине то есть разный валют там швеции шведская крона в чехии чешская крона и так далее то есть я это испытал все получается все работает и главное только что доходы сли из интернета и и вот это вот произошло буквально внезапно в этом году мы наконец-то но в прошлом году мы вообще не поехали потому что денег не было вообще никак катастрофически а в этом году мы решили все-таки то есть дети говорят ну чё неужели мы никуда не поедем неужели мы никуда не поедем и и ну так случилось что деньги вроде как какие-то деньги небольшие на поездку получились вроде сможем поехать игры все едем и мы поехали и мы поехали значит естественно я выбирал места для ночлега где есть интернет вот и он был и когда мы поехали я взял с собой там всего сколько там ну 30 40 тысяч было на карточках где-то может чуть больше и мы тратили деньги понятно что этих денег не хватит на все путешествие но у меня были как деньги на счете на брокерском и продолжается бизнес через интернет и я вдруг с удивлением обнаружил смотрите мы тратим деньги какие-то а мне деньги поступают мы тратим они поступают мы тратим они поступают и я вдруг понял что вот она мечта то близка к осуществлению то есть деньги от интернет-бизнеса примерно соответствовали нашим тратам и есть все тенденции к росту как-то все внезапно разошло еще там полгода назад скажем мы экономили каждую копейку а тут вот оно значит то я оторвался и оторвался от привязки к месту и получилось так что суши сказала себе юра ведь можно уехать теперь на два месяца и вы знаете вот это вот чувство оно такое вот блин вот оно то есть это еще не пассивный доход я еще занимаюсь я там я попробовал знаете то есть ну как бы смогу ли я из-за границы вести бизнес то есть я из-за границы снимал видео продолжал вы видели эти видео я из грузии их посылал вот я снимал там видео записывал все что мне нужно я взял с собой мне что-то нужно компьютер вот это вот камера небольшая там микрофон собственно говоря и все и интернет и все и у меня это получалось я посылаю оттуда видео я включаю биржевой терминал там находясь за границей там в турции или в грузии и пожалуйста торгую я торговал из чехии я торговал там из германии то есть все это получается и вот я просто понимаете вот а для того чтобы осуществилась эта мечта я просто вот выбираю те виды деятельности которые соответствуют этой мечте а которые не соответствуют просто я говорю ну нет это не мое и все будет поэтому я хочу призвать сейчас вас прямо напишите в комментариях о чем мечтали вы в детстве и и о чем мечтаете сейчас и вы вспомните вот прямо сейчас о чем мы мечтали в детстве вот правда вот больше всего и почему нет вот прямо сейчас начните снова мечтать и вы увидите что вы начнете посылать во вселенную вот эти вот вот эту энергию и все и почему я веду вот свой канал потому что я хочу добиться добиться пассивного дохода который позволит мне вот так вот свободно жить путешествовать не важно где абсолютно вот и я создаю вот эту вот энергию и для того чтобы усилить эту энергию я как раз создаю вот этот канал я собираю людей которые со мной хотят сделать то же самое тоже пассивный доход и когда мы собираемся вместе вот это вот группа и мы все вместе начинаем вот посылать такие сигналы во вселенную этот сигнал усиливается и я вот просто я уверен что таких людей будет много и ну то что моя мечта осуществится я уж абсолютно уверен вот поэтому давайте мечтать все вместе о чем-нибудь ну если вы разделяете мою мечту оставайтесь на моем канале ставьте лайк и будем путешествовать будем свободы до встречи с вами был демитков юрий демитков юрий